Ребята, всем доброе утро! Я на завтрак сделала яблоки запеченные, я вчера так делала, с медом, корицей. Ну и посмотрите, у меня, видно, отвлеклась и у меня несколько яблок взорвались, можно сказать. Но ничего страшного, они будут очень вкусные. И, кстати, медом я не заливаю прям сразу же. Вначале я вырезаю в яблоки сердцевинку, туда насыпаю немного корицы и совсем немного сахара. И в духовку отправляю. И уже в конце, когда я достаю яблоки, буквально за полминуты я заливаю медом. И они тогда получаются сочные, вкусные, в общем, просто нереальные яблоки. Я вчера очень много сделала, целую такую вот большую, у меня такая еще стеклянная большая посуда. Мы ее вчера всю съели, буквально за 5 минут. Яблоки нереально вкусные. Милана, смотри, что это? Что это? Я достала Милану этого жука. Он у нас лежал. И Милана выкинуть ей жалко. Она говорит, когда спрашиваю, выкинуть, не выкинуть. Но на самом деле, хороший, не порван, ничего. И выкинуть жалко. Милаш, мне надо его помыла. И он очень сильно пылится, знаете, вся пыль, все на него садится очень быстро. Я сейчас его помыла. Он, как я не знаю, такой, как лизун, непонятный, короче, такой жучок, такой мягенький, липкий весь. В общем, выкинуть не выкинешь, я даже не знаю. Милан, может быть, его давай вот сейчас высохнет, и мы с тобой его, наверное, в пакетик, в коробку уберем, чтобы он не пылился. Ну, в какую-то коробку, там, я не знаю, чтобы просто не пылился. Смотрите, какой красивый жучок. Мы сейчас будем завтракать. Смотрите, на завтрак мы еще сделали, ну, я сделала такие вот бутерброды, это хлебушек с бушей, и взяли вот такую вот икру мойвы, океевскую. Ну, честно сказать... Икра мойвы в соусе с копченым лососем. А, ну, я жижила, лососем. Я жижила. Но мы всегда берем моя самая любимая икра, это Santa Bremer, да, как-то так фирма называется, тоже с копченым лососем, именно с копченым лососем. Но в этот раз решили попробовать вот такую вот, океевскую. И мне она, если честно, я уже попробовала не очень. Или как тебе? Майонез прям чувствуется. Да, оно какое-то прям майонезное. Я вообще майонез не люблю. Ну, вкус такой вот майонезный. Я уже сверху огурчик положила себе. Прямо чел с майонезом. Да, а другая вот эта Santa Bremer, да, она очень вкусная. Там не чувствуется майонеза. Наверное, конечно, он добавлен, ну, совсем чуть-чуть, но, в общем, намного вкуснее. Ну, будем знать, попробовали, теперь будем знать, больше такую не буду брать. В общем, у нас такие бутерброды и яблочки запеченные. Сейчас мне еще делается кофе, будем кушать. Еще арбузик порежем. В общем, всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Мой латте готов. Всем приятного аппетита. Лика тут хрустит огурцом. Помыла, постирала голову и хрустит огурцом. Смотрите, Максика поймали на чем. А, Максик? Максик стащил вот эту змею. Он с ней бегает в зубах. Сейчас я не успела, пока я взяла камеру. Он бегает с ней в зубах, берет в зубы и тащит ее. Макс, как собачка, да. Она лежала у нас в зале. Мы думали, что он там вокруг. В углу она у нас лежала. И он все вокруг угла этого терся, терся. Оказывается, оказывается. Макс, камера не успевает сфокусироваться. Ты же такой лось большой. Хышник. Хышник. Давай, жирком потряси, Макс. Жирком. Жирком, жирком. Мы сейчас собираемся за продуктами. Девчонки наши дома останутся. Мы сходим за продуктами. Я хочу на обед сегодня пожарить рыбку. Пойдем сейчас выберем рыбу. Да, 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 да. Быстренько сходим, да? Вы же не пойдете, Лик? Максик с добычей. Поймал, замучил змею. И теперь с ней рядышком лежит, отдыхает. Максик. Так смешно. Так охотился за этой змею и теперь спокойно отдыхает. Никому не отдашь, да? Твоя змея, твоя добыча, да? Мы уже приехали в магазин. Сейчас пойдем купим продукты. И что нам еще нужно здесь? Мне еще нужны моющие средства. О, здесь день знаний. Скоро в школу. Здесь снова в школу, снова в школу. Ой, ребята, пишите, кто хочет в школу. Лика хочет в школу первую неделю. Первое сентября хочет, хочет в первую неделю пообщаться с одноклассниками, видеться. Мне кажется, больше родители не хотят в школу. Ну да. В дочке-сыночке нам ничего не нужно покупать. Я подняла скидкой, смотрите. О, в дочках-сыночке сейчас скидки до 70%. Пойдем, пойдем, пойдем. Посмотрим, что здесь. Вот эти машинки, все, вот эти машинки, которые здесь стоят, они уже, наверное, им лет 5, да? Ну да. Все одинаково. Все стоят, да, их даже не у меня-то сортируют. Смотрите, с 20 по 22 августа в Айке сейчас на все констовары 40% скидки. Кто еще не закупился, думаю... Там, кстати, тебе писали, скажите, пожалуйста, когда будет в ленте с 50% в комментариях. А, я еще не читала. Ну, вот в Айке с 20 по 22 августа 40% скидки. А в том году было 50%. Ну, может, здесь будет? Ну, не знаю. В канцелярии прям все копошатся. Да, народу много. Много людей, да, покупаются в канцелярии. Мы уже практически закупились. Не практически, а вообще закупились уже. Уже, в принципе, ничего не нужно. Только если прям очень что-то понравится, да? А по факту именно такие нужных вещей уже не надо? У нас еще на мыло, гель, гель, глюшу тоже 40% скидки. Мне мыло нужно. Пошли мыло возьмем. Да. Смотрите, зашли сейчас. Проходили мимо. Не то, что зашли, проходили мимо. Я... У меня глаз упал на вот такие вот рюкзаки. Миланке вчера на подобие рюкзак пришел, в посылке был. Какого? Такого примерно, да, цвета? Да, розовики, да? Такого, да, наверное. Что-то такое. Ну, яркий, красивый. Ну, миланке с крылышками и побольше карманов. Здесь карман, здесь, по-моему, сбоку карман. И... Ну, честно говоря, поприкольнее. Поприкольнее, да. Но тоже симпатичненький. Кстати, на него сейчас тоже здесь, смотрите, светящийся в темноте. Он че еще светится в темноте. Ну, отражается, он отражается. Один бок светится в темноте. Интересно, это как? Да нет, он весь отражает. На него свет попадает, он отражается. Ну, в общем, смотрите, здесь сейчас тоже скидка на все рюкзаки. Вообще на все рюкзаки тоже скидки. Наверное, тоже 40% скидки. Ну, да. А кто еще не посмотрел видео, где Лика распаковывает свою посылку, там очень много всего интересного, то заходите на Ликинг канал Ликолап и смотрите. А мы идем дальше. Мы сейчас в океане находимся, и Лика нам еще с Миланой придумали интересные задания. Скидывают нам на Viber, и мы с папой их выполняем. То есть мы, в общем, два в одном здесь в магазине и продуктами закупаемся, и выполняем задания на... И играете. Да, девчонок на Миланном канал. Поэтому заходите на Миланшкан канал и смотрите интересное видео Хвост-челлендж от девчонок для нас. Так, а мы одновременно выполняем задания и закупаемся, в общем. Как вкусно, да, Милана? Милан. И розовый пончик глазури, и ванильный. Лика куда-то ушла, а Лика что-то несет мороженое. Оно только вот так, вот ты это сращиваешься на тарелку. Так, а я пошла готовить обед. Пока девчонки тут наслаждаются вкусами разными. Пончики мороженым, скитлсом. Я пошла готовить обед. Купили рыбу форель. Сейчас я ее хочу порезать. Она уже потрошенная. Сейчас ее разрежу и на сковородку мы зажарим ее. Посолю, поперчу. И сделаем пюрешку. В общем, на обед у нас будет рыба, форель и картошечка пюре. Обед у нас уже готов. Я сделала пюре картофельное на обед и рыбка. Лика очень любит рыбку зажаренную, чтобы она прям такая с корочкой была солененькая. Так что Лике я выбрала самая зажаренная. Миланке я, кстати, от косточек отсоединила. В общем, рыбку разложила по кусочкам без косточек. По составляющим. Да. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Ребята, сейчас я буду искать. Милана закопала рыбу. Пюре картофельное. Не рыбу, не рыбу. Это клад, а не рыба. Клад в пюре картофельное. Ищет Милана. Мы с Ликой смотрим сериал. Прекрасные создания. Ну, Лика смотрит, а я присоединилась только что. Я смотрю больше половины. Нет, ровно половина прошла. На 7 минут больше. Лика монтирует видео. Миланка пойдет уже сейчас спать. А на этом наш флук сегодня, ребята, заканчивается. Смотрите, какая тут поставка. Крутая. Она такая маленькая. Вообще, да, удобно, потому что маленькая. Взяла в карман и пошла. Все, всем пока. Ладно, ребята, всем пока-пока. Миланка тоже прибежала сказать всем пока-пока. Ребята, всем пока-пока. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.